Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть во Fruit Playground, игра от Ксилиронщика, как вы помните. Вышло новое обновление 0.2.0, по-моему, если я правильно помню. Оно, короче, тоже хэллоуинское, вот это вот всё. Ксилиронщик добавил всякие интересные штучки. Давайте я вам зачитаю. Во-первых, знаете, что он добавил? Во-первых, он добавил замок на крыше близок к поломке. Я не знаю, что это значит. Возможно, это определённая какая-то секретка. Хотя вот я вроде на крыше сейчас нахожусь. Небоскрёба. Но я не вижу. У меня игра чуть-чуть под лаги, потому что в другом эмуляторе, в котором я обычно играю, почему-то игра не запустилась с обновой. А вот в этом запустилась, но с каким-то немножко притормаживанием. Но я надеюсь, что это нам не помешает. Друзья, как вы знаете, у меня есть свой магазинчик игр. Здесь вы можете быстро и легко купить нужную игру. А также, что очень важно, есть пополнение баланса Steam. Все нужные ссылочки будут в описании. Турбо рекомендует. Так, реквизит тыква. Давайте посмотрим. То есть это не персонаж тыква, это именно реквизит. То есть заходим сюда, и вот он, пампкин. Такая вот тыква. Сейчас я вам покажу. Смотрите, улыбается. Такая страшненькая, страшненькая, красивенькая тыквочка. Дальше что у нас добавили? Дальше у нас ближний бой. Оружие ближнего боя. Длинный нож. Long knife. Вот такой вот long knife. Был у нас вот такой маленький ножичек. Теперь у нас прям большой нож. Его можно, кстати, засунуть вполне себе в этот пампкин. Без проблем. Кстати, можно ли надеть его на голову? Да, какому-нибудь персонажу. Сейчас мы это узнаем. Надо только нож вынуть. Вот так вот. Оп. Ну-ка. Было бы прикольно, если бы можно было. Но, к сожалению, походу нельзя. Оружие Jack O. Boom. Дорогие друзья, это вот такой вот гранатомет, который стреляет, соответственно, тыквами. Да, как бы. Вот так это выглядит. Если стрельнуть в персонажа. Сейчас давайте посмотрим. Так, подожди, неудобно. Activate. Смотрите, все. Тыква сама уже отдельно. Полетела. Ну, взрывается хорошо. Как бы, да. Тыквомет. Если можно так выразиться, просто тыквомет. Больше фруктовых пост. Давайте все удалим. Больше фруктовых пост. То есть, теперь наш персонаж может, например, смотрите. Вот так вот нажимаем. More poses. Тактически присесть может. Вот так вот тактически присесть, да. Упасть вперед. Упасть назад. Сейчас я его возьму. Он вот так вот берет. Как бы просто падает назад. Дальше. Tactical AIM. Нифига себе. То есть, это он готов держать оружие у себя в руках, так скажем. Тактически. Да, Tactical AIM 2. Это для пистолета. Hands up. То есть, поднимает руки. Якобы его хотят арестовать. А что это такое? Так, друзья. Да, извиняюсь за вот этот вот скобедитуалет вам в лицо. Это реклама. Да, я тут ни при чем. Короче, more poses. Cover. Еще может персонаж прятаться. Короче, прикольно сделано. Куча пост. Очень удобных. То есть, если вам нужно, да, допустим. Взяли Grapefruit. More poses. Тактика AIM. Мы ему сделали, да. Вот он как бы готов уже держать оружие. Вы берете вот так вот на паузу ставите. Берете какой-нибудь автомат Калашникова, да. Грубо говоря. Блин, какие-то маленькие автоматы тут. Смотрите, да. Вот он маленький. Блин, надо кселерону что-то с этим делать. Как-то вот. Вот как бы. Ну ладно. Нажимаете Activate на персонажа, да. Вот так вот. Бенз. И все как бы. Вот он все держит. Как бы. Ну типа, да. Может быть надо еще на вторую руку, конечно, нажать. Подождите. Проверим. Вторая рука. Activate. Ой. Это я на пушку попал. Блин, подожди. Activate. Сейчас. Где-где Activate? Вон Activate. Все. По идее, вот так вот должен держать в двух руках. Вот. Все. Видите? Все держит. Красивая. Вообще балдежная. Также написано, что улучшен режим Берксерка. И они более хорошо теперь должны драться в Берксерке. Гоу Берксерк. Офигеть. Опа-опа. Блин, ну выглядит прикольно. В целом. В целом, как бы, да. Смотрите, он бегает, стреляет. Вот это, кстати, реально круто. То есть можно устраивать прям бои в этой игре. Либо взять, да, грейпфрутика. Взять персик. Да. Нажать на паузу. Нажать Гоу Берксерк. Нажать Гоу Берксерк. И они должны жестко драться теперь. Смотрите. Оп. Идут, идут. Ну, ничего себе. Это мощно. Это мощно. Ничего не скажешь. Мощные драки. Все. Победил персик. Да, да. Все. Победа. Блин, жестко, жестко. Дальше что у нас добавили? Статистика игры. Статистика, да. Сколько уничтожено... Ну, тут это вся статистика. Это сколько ты уничтожил грейпфрутов, бананов, персиков и... Эти, как это называется? Виноградов. Да. Как я понимаю, это все. Environment можно снова включить. Это было у нас. Добавили... В редакторе карты добавили воду. Теперь можно добавлять воду в редакторе карты. И возможность установки угла поворота. Не знаю, что это значит. Также у нас настройка типа ротации тоже где-то добавилась. Типа ротации где-то тут это... Ну, от меня это все далеко, дорогие друзья. Изменили деревянные предметы. Можно поджигать. Отдача оружия теперь более реалистична. Немного улучшен бой в режиме берсерка. Это то, что я вам рассказал. Уменьшена задержка обнаружения. Не знаю, что это значит. И также неизвестный, да, некий unknown вернулся в свой бункер. Что это значит, тоже непонятно. Давайте попробуем поджечь какой-нибудь деревянный предмет, да. Ну, например, дверь. Блин, кстати, то, что вот такая дверь есть, это тоже очень классно. То есть это прям реально целая дверь. Попробуем ее поджечь. Надеюсь, что у нас есть как бы чем лазер. Флеймтроуер. Я думаю, что подойдет для этих целей идеально. Активейт. Так. Огонь красиво, кстати, работает. Но почему-то деревянная дверь не поджигается, как вы можете заметить. Хотя написано, что деревянные предметы должны поджигаться. Например, стул. Стул поджигается. А вот деревянная дверь почему-то нет. Ксилирончик. Непорядок. Ну, кстати, прикольно, да. Смотрите, мы ставим дверь. Ставим, да, как бы дверь. Блин. Стой. Как бы ставим дверь. Да, сейчас она вот будет стоять. И огонь сквозь нее как бы... Ну, дверь, этот огонь, она как бы немножечко задерживает. Это прикольно. В общем, друзья, вот такое вот короткое видео. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я разузнал, какой замок близок к полонке и какой неизвестный вернулся в свой бункер. Да, как бы посмотрим секреты новой обновы, да, в следующей серии. А на этом будем заканчивать. То есть подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про мой телеграм-канал, также про мой магазинчик игр, где вы можете быстро и безопасно купить игру, а также по поводу свой стим. Также у меня есть бустин, на который вы можете подписаться, попасться в этот чат. Нас там уже достаточно много людей. Общаемся, веселимся, друзья. Всем удачи и всем бага-бага.